всем привет хочу что-нибудь вам показать какие у нас новости каждый день в делах ничего как обычно не успеваем покажу как у нас живут птички так вот наши индюки у них есть разная вода вот тут вот добавки я добавляю сейчас они гуляют вот в этом прудике вообще-то утята плавали надо сейчас убрать мы чистим постоянно все равно водичка цветет надо в общем этот пруд убирать но ему очень нравится отсюда пить как бы вот так вот они у нас живут вот комбикорм травка сейчас вот те вот маленькие подрастут до состояния вот таких же крупных и мы будем их отпускать на траву полноценно у нас стопроцентная выживаемость пока то есть сколько мы привезли индюков столько они у нас и остались падежа пока не было тут фу и надеюсь не будет было немножко ухудшение состояния одного быстренько отпоили это я вроде уже говорила и больше пока таких эксцессов нету вот сюда вот в корме я добавляю биовид вот и ракушку морскую чуть попозже я с волги привезу вот я смотрю они раз вот эту отстоявшуюся водичку пьют и нормально то можно скоро уже и с волги привезти вот мы их соединили вот так вот они все друг друга они не обижают не сказали действительно вот мы такую сетку поставили сюда рыбацкую а вот у нас прибавление которого нет короче дура валентина вывела троих цыплят двоих задавила один остался жив остальные яйца там еще штука я не знаю 10 как минимум она их бросила очень вот там вот они ходят бесполезно в общем-то занятия у нас до этого была валентина ее мать она нормально выводила это видимо в первый раз как бы инкубатор надо сейчас уже поздно инкубатор покупать обязательно купим зимой когда скидка будет и обязательно будем яйца брать и все сами делать потому что так дело не пойдет курицы доверять тела какой-то не очень хорошее в общем такая ситуация у нас происходит электропастух перестал нормально работать то ли дело в том что очень сильно очень быстро растет трава просто нереально и как бы то ли там где-то ветки какие-то ее замыкают там еще что-то саша пошел проверять то ли дело в генераторе короче тихонечко бьет только козы поняли что бьет тихонечко и начали убегать они нашли там место вот там вот и начали причем перелазить ну то есть они спокойно перелазит как будто их даже не бьет мы подводим к ленте их бьет ну совсем чуть-чуть ну потому что мы пастух не первый год уже ставим мы знаем что как бьет то есть когда ты трогаешь вот так вот рукой у тебя обувь как бы ну непонятно когда ты подводишь животное вот к этой ленте и она даже не кричит и ничего как комарик кусает как бы дергает чуть-чуть ногой даже не убегает значит она вообще не бьет то есть они не боятся вот такая вот у нас проблема требует немедленного решения вот нам надо косить косилку мы до сих пор не купили вон заказали сегодня поедем нам завтра а косить уже надо было позавчера наверно ну что поделать нас двое мы ничего не успеваем ну ты чего микрофон живешь она недавно вот обезроженная как раз только начала в себя переходить поправляться начала линять плохо себя чувствовала и она была как бы после алифа второй а сейчас она уже низшая каста и что-то она переживала наша люцерна она такая толстая от розы козочка оставляем себе у нас такой жирный козочки еще не было как она розная но круг четырех литров дает поэтому наверное потому что я сдаиваю полтора два литра и еще ей хватает вот она роза я думаю что там четыре литра очень жирная козочка и зоб молочный красотка в общем все отдыхают пойду я сашу искать что-то случилось что его давно нету очень жирное копать ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой! Где же Саша? В этих джунглях еще? Ой, господи! Наша пятилитруха костями гремит. А, вон он, вон! Вон! Нашли труженика бедного! Господи! Все время что-то делает! Умница какой! Молодец! В общем, чтобы постух хорошо работал, нужно, чтобы ничего с ним не соприкасалось. Вот. Трава забирает, в общем, импульс или как она называется-то. Сейчас спросим у Саши. Ой, господи! Господи, господи! Тут у нас вообще какие-то джунгли. Джунгли зовут. Саш, расскажи, а чего там? Что нужно делать, чтобы электропастух сшибал? Сшибал? Да у нас, видишь, не сшибает нифига. В чем у нас дело-то в итоге? В общем... Весь ток уходит в землю. Почему? Из-за того, что трава прикасается к проводам. И весь ток в землю уходит. Из-за этого и генератор страдает. Вот. Может там уже детали надо сейчас будет заменить какие-то. Что-то могло перегореть из-за того, что провода на земле валяются. А что они валялись на земле прямо? Ну, где-то прикасается с землей. Много травы, заросли там и так далее. И вот такие проблемы надо, чтобы как можно меньше. У коров, там у лошадей проблем таких нет, потому что он высоко находится всегда. И по поводу этого никто не беспокоится и не задумывается. Потому что трава редко достает провод, который у коров. И они подъедают еще под проводами иногда. И, как бы, таких проблем нет. А здесь провода очень низкие, чуть ли не в 10-15 сантиметров от земли. И трава очень быстро растет. Может нам забор тут поставить? Варианты? Потому что уже прям вообще уже... Ну, просто еще варианты брать хорошие генераторы, которые там на 50 километров рассчитаны. Вот. Тогда тоже таких проблем не должно быть. Они уже рассчитаны на тот момент, что будет какая-то часть тока уходить в эту землю. Да? Вот. Ну, и там предохранители всякие стоят и всякая фигня, которая не дается сгореть, короче, этому устройству. Вот и все. Короче. Что, у нас сломался, что ли, в итоге пастух? Не знаю, сейчас, потом сломать. Уберу траву, посмотрим. Просто хочу прям вообще все серьезно убрать, чтобы прям долбило так вот в первое время. Да-да-да-да. Их что-то очень легко, тихонечко долбит, и они ничего не соображают. Чтобы они запомнили. Потому что такое уже у нас не раз было. Их как долбит, они потом на метр, на два... Да-да. А сейчас они лежат прямо около вот этого пастуха, и такие типа, ну и хер с ним, ну хрен с ним, что за веревочки. Их вообще щекочет. Вот. Так не должно быть. Надо, чтобы долбануло один раз, и очень больно. Да. Ну вот. Так что, надо докосить, убраться, чуть-чуть осталось. Дигушка, как у тебя дела, красотка? Надо было вам маску надеть, у нас есть маска специальная над насекомым для лошадей. Ну ладно. Красотка. Надеюсь, беременны вы? Да? Ой, благодать там. Ай, благодать там. Ай. 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 Идти Саше помогать. Сегодня будем кататься. В любом случае, я хочу поездить. Диагональ, ты меня слышишь? Ладно. Пойдём Саше помогать. Лошадей проверили всё. В общем, под крики нашего горячего мужчины. Я готова показать вам первую новость на нашей деревне. Па-бам! Мы в шоке. Сегодня поставили мусорку. Очень быстро. Мы хотели с людьми пообщаться, но они все убежали. Надеюсь, это не единственная надеюсь, это не единственная мусорка между всеми деревнями наверху, внизу и везде там в лесах прочих. Надеюсь, потому что у нас здесь какой-то центр. Здесь у нас дают молоко, здесь у нас что-то продают вечно вот тут на перекрёстке. В общем, надеюсь, это мусорка наша. А если это она наша, то она всего лишь на два жилых дома и один дом дачников как бы. Посмотрим. Надеюсь, здесь не будут вываливать мусор вот рядом, не устроят здесь свалку. Потому что, если здесь не будут убирать, эту мусорку своевременно и будет вонять. Здесь постоянно ходят алкаши, здесь постоянно ездят пьяные. Если эту мусорку кто-нибудь собьёт, если здесь будет везде мусор валяться, очень обидно. Надеюсь, все люди понимающие, думающие, если кто-то мимо будет проходить и захочет что-то выкинуть, обычно выкидывают прямо вот сюда. А мы потом убираем. Надеюсь, теперь они будут выкидывать в мусорку. Я не знаю. Посмотрим, что будет. С этой мусоркой, в принципе, хорошо. Потому что у нас очень много мусора, который мы не можем выкинуть никуда. Потому что здесь по всему району мусорок нет. А всё, что есть, закрыто. На замок. Просто. Коровки в пастухе гуляют. Теперь у коров тут, которые раньше паслись, теперь тут электропастух. Жара. Вот такая красота у нас тут, кстати. Кто не видел нашу деревню. Вот мы живём в второстепенной такой дороге. На ней не так часто ездят, в принципе. Вот. Тут заброшенный дом. Тут никто не живёт. Вот это наш дом. Вот. Там ещё два дома. Там дачники живут. Ну, не постоянно. И постоянно живёт ещё одна семья. Пожилых людей. Вот. Вот и всё. Тут у нас, получается, козы пасутся. Это колодец. Это вывеска о том, что мы живём в живописном историческом месте. И всё прочее. Вот. Там тишина. Здесь тишина. Тут тишина. И здесь поля. Ладно, пойду дальше заниматься. Тишина. У нас всё дерево сожрали. Обгладывают тоже. Ай! Чувствующе. О! Ещё чуть-чуть и всё. Рыбка обиделась. Рыбка обиделась. Тоже заработал. Сделал, да, наконец-то. Всё везде. Вот везде подкосили и он бить стал, не знаю, раз в пять-шесть сильнее. В итоге. И в итоге вот. Дали ей по жопе чуть-чуть током-то и всё. Вот она ушла. Обиделась, обиделась. Самая наглая, проказница. Хоть и больше всех литров даёт, но такая наглющая. Мы её прощаем. Ну да. Из-за того, что она даёт пять литров, мы её прощаем. Многое. Но иногда. Она, в принципе, маленьких не обижает. Если бы она вот была агрессивная, мы бы, конечно, от неё избавились. А она, наоборот, она очень умная. Она, допустим, маленьких никогда не обижает. Я вот ни разу не видела, чтобы она бодала или кусала кого-то из маленьких. Угу. Даже когда все родились, она всегда с ними кушала. А взрослых-то, она бодает. Но у неё рогов-то нет. Всё, простила, походу. Она, может, меня заметила? Кору заметила. Ну, дед хвостика машет. Тут вообще прохладно, кстати. Чуть из тени выйдешь, вообще жаришь. Стоянка. Они каждую час сюда приходят. Всё, легли. Жуют, отдыхают. Лицерна вообще. Ой, лицерна. Я даже не видела, что она как пила. Лицерна у нас как колобок просто. Да же, она вообще жирная очень. Ой, вообще ничего не надо. Ладно, пойдём. Пойдём. Жемылость собирать. Пойдём. Пойдём. Жемылость. Ягодки наши. Сколько? Мало. Как приятно кушать ягодки, когда ещё остальные ягоды не поспели. А эти уже можно кушать. Пойдём. Пойдём. Максиона взяла банку, а собирает в рот. Пойдём. 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 И сделать один кашлянший рефлекс или вообще даже даже не кашлять. Просто средоточиться. Сделать глубокий вдох. Подождать пару секунд. и только потом начать кашлять. И тогда еда не будет у вас изо рта вылетать. Вы знали об этом? А когда уже кашель произошел? Я за несколько лет научилась, чтобы кашель не происходил. Потому что это все рефлекс. Как только трахея дотрагивает какой-то чужеродный объект в виде пищи или воды, моментально центральная нервная система заставляет сильно кашлять. А если ты сдерживаешься, то кашель можно сдержать, кашель спокойно, и главное сделать вздох. Ну а если кашель уже произошел, то надо дышать носом. Носом же надо дышать. Сколько говорил? Если уже произошел, то понятно, что носом дышать. Но некоторые же задыхаются и дышат ртом. Это просто эффект какой-то, эффект. Нужно всегда носом вдыхать, вдыхать. И по спине бить нельзя? Ну, значит, этого не знаю, конечно. Не понимаю немножко, почему нельзя бить по спине. Почему? Мне кажется, будешь бить по спине, этот чужеродный предмет глубже пройдет, нет? От ударов по спине. Ну, просто толку от этого, конечно, наверное, не будет, но и, как бы, пуфик. Слушай, тут много ягод. Куст у нас старый. Большой уже, его надо... Ну, его пересаживать надо, ну, сейчас топлива. Ну, вот и подрезать надо внизу. Пересадить надо, ну, сделать надо новые кусты. Тоже ягод вкусненькая. И он повкуснее. Ой, тут большие такие. Тут внизу еще маленькие. Ом. Что будем делать с ягодками этим? Что делать? Кушать. Можно засахарить их. Да? И заморозить. Можно заморозить. Только жемолос не знаю мороженое. То же самое? Да. Тоже самое ягода? Так можно и варенье делать, замораживать, что угодно. Короче, тут внизу еще они не готовы. Вот так наверху. Витаминчиков. Употребляем витаминчиков. Говорят, жемолос очень полезная. Это же типа горные ягоды считаются вроде, как я понял. Наутаи. Короче, внизу еще она не совсем готова. Вот наверху на солнышке. Так. Ты только кушаешь? У меня нету баночки. У меня собирай. Баночку уже собрал или ровно? Саша помогал. Да? Да. Ну, сколько ягодок. Вкусно? Угу. Ладно, короче. Я уже спеклала я сегодня. Пока вам показывала наши края. Кажется, у меня температура поднялась уже от из жары. Всем пока.